Джон Вик – идеальный претендент на игранизацию. Хотя жанр к этому располагает, по фильму всего одна игра и та стратегия с шестигранниками. Не, я ничего против Джон Вик Хекс не имею, просто уверен, что это не та игра, в которую бы сыграла целевая аудитория фильма. С другой стороны, есть как бы игры, где ты как Джон Вик, типа того же Макса Пэйна 3, Стрэндж Холлод, Супер Холлод, Кэмми Линч, да даже та же Хотлайн Майами. К их списку можно добавить Сьют Фо Хайр, она выглядит как идеальная игра по Джону Вику, осталось только модельку главного героя поменять. Я бы описал её как смесь из Хотлайна, Макса Пэйна и Эллен Шутер. От первой тут динамика, от второй парочка механик вроде замедления времени, ну а от Эллен Шутер тут только изометрия. Геймплей на перед нами топ-даун экшен, у нас есть герой в количестве одна штука, у него есть пистолет и 7 патронов в нём, а также умение драться руками и ногами, перекатываться и замедлять время. На перекаты тратится шкала выносливости, она вот тут и восстанавливается сама. А вот шкала замедления, и она многофункциональна, ибо полоска также отвечает за очень важную механику добивания оглушённых врагов. Вот эта фаталити делается только при заполненной наполовину полосе. Появляется специальный значок, мы нажимаем Е, полоска тратится, а мы убиваем врага. Вот только возникает вопрос, зачем, если можно просто застрелить врага или отбить ему лицо до смерти. Дело в том, что при добивании активируется особая магия, и патроны снова появляются в обойме, даже если у врага была всего лишь бита. Да, патроны тут заканчиваются, и на лёгком и среднем уровне сложности они иногда просто лежат на карте, а вот на двух последних уровнях сложности такого нет. Лишь изредка из вооружённых огнестрелами врагов выпадает ровно один патрон, а иногда даже он не падает, поэтому и приходится использовать добивание. Кстати, помимо патронов, на лёгком и среднем уровне сложности есть право на ошибку в виде вот такого бронежилета. На лёгкой сложности три ошибки, средняя одна, а вот на ветеране уже у вас нет права на ошибку. Пройдёте игру на ветеране, откроется последняя сложность, которая предлагает пройти игру полностью без единой смерти. Но вернёмся к патронам. Есть ещё один офигенный вариант восстановления патронов, который добавляет такой Джон Виклости. В обойме пистолета семь патронов, и если вы работаете по схеме один выстрел, один труп, и делаете это без пауз, то есть между убийствами проходит буквально 3-4 секунды, то на седьмом убийстве вы увидите замедлённую камеру с вашей последней жертвой, а обойма снова будет полна. Да, кстати, основное оружие – пистолет. Встречаются иногда дробовики, автоматы, вот только встречаются крайне редко и патронов никак не восстановить. Уже сейчас геймплеи ощущаются пушечно, постоянная динамика, а также смесь ближнего и дальнего боя не дают заскучать. Экшен почти не прекращается, он неплохо работает, не без нареканий, конечно, к раннему доступу. Баги тут встречаются, но они в принципе не критичные, местами даже забавные. В особенности те, что связаны с физикой игры. Да, тут можно пинать во врагов всякие урны и кресла. За их счёт создаются забавные ситуации, когда удар нашего героя куда-то не туда прошёл, ты вдарил в стену, успел перекатиться, выстрелил в ближайшего врага, не рассчитал патроны, умер и как-то забавно сработал рэк-долл, и это всё настолько быстро, прикольно, что прям хочется пойти, поделиться с кем-то, рассказать о прикольной ситуации из игры другу, однокласснику там. Потом понимаешь, что тебе 30 школ, уже поздно, а на работе твоё увлечение никто не разделяет. Есть у игры два важных минуса, причём, если первые, мне кажется, как-то поправят, то во втором я не уверен. Первая это сюжетка, её сейчас нет, и всё выглядит так, что она не будет играть важную роль. Просто какой-то чел ходит убивает всех подряд, потому что вот. Ну то есть на текущих уровнях явно нет намёков на глубинный смысл и диалоги, как в Hotline Miami, но что-то точно будет, так как пару раз встречаются такие комиксные вставки, как в старом добром шутере 13. Вот только они даже выглядят как временные заплатки, а где-то даже таких заплаток нету. К примеру, в самом начале игры мы вроде как взрываем цистерну, но происходит это где-то за кадром. В следующем уровне угоняем куда-то на машине, тоже чёрный экран и новый уровень, поэтому если вдруг решите взять игру сейчас, там не будет сюжета. Совсем. Второй минус – музыка. Но вот тут уже прям субъективно, потому что мне, к примеру, очень нравится саундтрек в Hotline Miami и то, как он подобран к миссиям. Тут же просто играет драйвовая музяка, вроде бы неплохая, но ничего особо не подчёркивает и как-то не запоминается. На страницах Steam авторы обещают, что полная версия будет включать в себя полностью проработанную сюжетку с саундтреком, улучшенными анимациями, эффектами и физоном. Возможно, в релизной версии будет топ-лый ост, но при всём уважении к автору текущего саунда, пока всё звучит слабовато и получается в разы лучше, если замьютить игру и фоном включить саундтрек из Hotline Miami. Если вы любите в играх веселье, если вам не претит насилие, и более того, вы испытываете приятные эмоции от качественного экшена в духе Hotline Miami, который я уже в пятый раз, наверное, упоминаю, то обязательно присмотритесь к Suit for Hire. Брать её на текущем этапе я рекомендовать не могу, потому что нет сюжетки, встречаются баги, и в целом вы тут как бы платный бета-тестер, но бета-тестер потенциально офигенного продукта, за которым стоит проследить. Я в целом не люблю ранний доступ Steam'а, понимаю, что для разработчиков это иногда крутой вариант финансирования, есть же Divinity Original Sin, например, вот только встречаются и всякие годусы от Мулинье, где было откровенное намахалово, и такие игры как NeverEnd, о которой я рассказывал ранее. Я вот Subverse взял, где в течение года обещали выпустить игру по эпизодам, и чё-то на дворе уже во всю сентябрь горит, а с апреля ни одного нового эпизода не вышло. Очень надеюсь, что Suit for Hire доделают до конца и в лучшем виде, а если произойдёт очередной кидаллово в раннем доступе, то разраб сгорит в аду. В общем-то, на этом у меня всё. Хотелось немного осветить эту игру, потому что у неё нет издательства в виде Devolver Digital, поэтому она вряд ли получит какой-то крутой рекламы, а выглядит она реально прикольно. Опять же, повторюсь, продавать я её никому не продаю, но рекомендую присмотреться. Как обычно, если видео вам понравилось или было полезным, буду рад вашему лайку, подписке на канал и всяким таким репостам. Ну и не стесняйтесь писать в комментариях, что думаете об игре, в особенности, если вы в неё играли уже. А у меня на этом всё. Огромное спасибо за внимание, всем добра и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok